Всем привет! Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите 153 серию. У нас вечер уже, да, полдевятого вечера и жрулька наша вроде кушать не хочет, но я хочу, чтобы с ней поиграла Шарлотта, чтобы это помогло повысить ее садоводство. Блин, я говорила и забыла. В общем, я не сменила наряды между сериями. Я снимаю две серии подряд. Хотела сменить, и они все равно у нас ходят в походной одежде. Ладно, уже сменю тогда между следующими двумя сериями. Это я обещаю. Так, Шарлоточка у нас нарядилась так, как будто хочет в пекарню. И, ребят, наверное, правда, что ли в пекарню нам сходить? Нужно будет, наверное, это сделать, как бы в память о Вилле, что ли. Давайте будем считать, что приснился Шарлотте сон, и Вилли попросил ее, чтобы она все-таки с Андреей не забывала пекарню. И иногда они ходили туда и что-нибудь готовили, что-нибудь продавали. Но пока наша Андрея беременная, притом глубоко беременная, поэтому ни о какой пекарне не может идти речи. А когда она родит, конечно же, они вдвоем сходят еще в пекарню. Хотя, возможно, мы эту пекарню потом переделаем в какой-нибудь другой магазин, потому что пекарня была интересна Вилли. А вот Шарлотте, которой пекарня, как бы, получается, осталась подоследству, да, это ее теперь пекарня, вот она там может сделать, например, магазин садоводства. Почему бы и нет, будет продавать горшки какие-то и растения, если это можно. Так, Шарлоттик, давай еще общайся со Жрулькой, давай погладь ее, покорми, повышай свое садоводство. Посмотрим, сколько у нее здесь уже процентов. Очень медленно эти проценты идут, уже 72. Давайте еще играть, еще гладить, пусть с ней общается. Наш Даррен человек эпохи Возрождения, поэтому он там занимается разными навыками. В данный момент он там чего-то у нас на столярном станке делает, строгает что-то. Селесточка пишет книжку, как обычно, да, повышает свое... А, писательство у нее уже максимально, она просто, в общем, денег побольше зарабатывает, потому что ей нужно выполнить мечту жизни. И для нее нам нужно заработать еще очень-очень много. Мы будем продавать, Селеста будет продавать картины Лорочки, и таким образом мы быстрее завершим ее цель. Так, в общем, Даррен у нас уже сострогал какую-то фигурку. И давайте мы пригласим какую-то его девочку. Я хотела пригласить Лили, потому что у них отношения плохие. Вот, пригласим ее на свой участок, и пусть они немножечко пообщаются. Так, Жрулька, как у вас тут с Шарлотой дела? Отлично. Давайте еще повышайте свое садоводство вместе. Жрулька, рассказывай нашей Шарлоте, как нужно правильно сажать растение. Ты же сама-то растение, вот, и, может быть, она быстрее все-таки выполнит свою жизненную цель благодаря тебе. 74 уже процента, ну, замечательно. Поэтому пока я ей надаю вот этих вот действий, чтобы она поиграла и погладила Жрульку. А потом пусть идет и ухаживает за своим садом. Так, тут пришла Лили, давайте мы... Так, это не... Вот, Лили пришла, давайте мы расскажем ей невероятную историю. И поднимем настроение. Кстати, она кокетливая. Ничего себе, а что-то она в кокетливое настроение-то пришла. Ты чего, кокетничать с нами хочешь? Ну, это, в принципе, даже неплохо. Если хочет, то можно. Давайте похвастаемся нарядом, расскажем анекдоты. И пойдем на задний дворик, чтобы, может быть, в джакузи влезть или... Или еще что-нибудь сделать. Кстати, она безумная. Это классная черта характера. Я бы очень хотела, чтобы наш Даррен был безумный. Не знаю, получится это или нет. Шарлотт, ты вроде у нас неполная. Я не знаю, ты хочешь выглядеть просто на все сто? Нет, давай, бросай ты эту беговую дорожку. Иди дальше, играйся с Ажрулькой. Потому что фигура у тебя и так замечательная. И всем парням нравится. Давай сначала выполни жизненную цель, а потом уже будешь заниматься бегом. Так, давайте мы, пусть Даррен немножко пофлиртует. Раз уже Лили кокетливая, почему бы и нет. Давайте похвалим ее внешний вид. Внешний вид, скажем, что она очень симпатичная. И спросим, есть ли у нее пара. А вдруг у нее пара. Пара, правда, есть. Может быть, встретила кого-то. Симпатичная девочка. И вторая девочка, Амелия, тоже неплохая. Я вот смотрю, что у Дары на две невесты. Наверное, больше ему и не надо. Поэтому просто, ну, просто позаигрываем. Да, какие-то такие действия сделаем. И можно уже с ней, наверное, сфотографироваться. Так как она уже подросток, то вот можно в таком уже возрасте сделать вместе с ней совместную фотографию. Так, сделаем мы фотографию с Лили. Посмотрим, Шарлотта. Шарлотта уже ухаживает за своим садом. Правильно, Шарлоточка, ухаживай, когда же уже вырастет. Или оно выросло. Так, вроде бы выросло это растение. Урожая на нем пока нет. Давайте мы поспособствуем росту, чтобы оно было лучшего качества. И это второе растение инопланетное тоже поспособствуем росту. Наша Андрея с Блейком спят. Я специально дала им действие спать. Правда, Блейк уже не спит. Для того, чтобы она рожала в хорошем настроении. Давай, Андрея, переодевайся в нормальную какую-нибудь одежду. Обычную одежду давай номер 2 или нет. Вот в чем тебе? Я хочу ее сфотографировать в чем-нибудь беременную. Давайте, наверное, выберем все-таки обычную одежду 3. Потому что в обычной одежде 2 она какая-то странная. В шортиках, в шапочке. Да, лучше все-таки беременной ей быть так или нет. Господи, как тебе одеть день? Непонятно, что тебе одеть. Ай, блин, я же ей прическу сменила. Она теперь все время в косичках. Я не понимаю, почему она косички не меняет. В общем, ладно, не буду я тебе, Андрея, наверное, беременную фотографировать. Потому что как-то тебе не очень-то идет. Тогда просто ходи и жди своей участи. Очень скоро ты отправишься рожать. Я надеюсь, что в этой серии. Да, можешь пока покушать. И, наверное, что-нибудь приготовишь. Потому что теперь Андрея у нас главный повар в доме. Вот. И у нее уже много блюд открыто. Я даже не знаю, что нам приготовить. Давайте мы сделаем рыбу, например, с картофелем. Пусть балуют наших симов. Пусть будет как Вилли, как Кони. Тоже всем готовят. В общем, это наш повар третьего поколения. Так, Блейк уже что-то утянул. И пошел кушать. Куда ты пошел? У нас кухня там. А он решил поесть, смотреть телевизор. Я, кстати, не помню, показывала или нет. Я повесила здесь фотографию. Здесь Лора с Шарлоттой. Здесь Кони с Лорочкой. Да, здесь повесила Селеста и Венди. Эту вы уже, наверное, давно видели. Потому что я ее давно повесила. Там Андрей и Лорочка. Ну и здесь наши две замечательные подружки. Шарлотта и Андрея. Так, Андрея, чего ты готовь? Давай. А, она уже готовит. То просто за ее большим животом и не видно. Да, Андрея у нас готовит. И повышает свою кулинарию. Замечательно. Будешь у нас поваром. Я думаю, что всем будет нравиться твои блюда. И особенно маленькому ребеночку, который родится очень скоро. Блин, как я хочу, чтобы он родился в этой серии. Надеюсь, что мы успеем. И он у нас родится сегодня, чтобы мы узнали, кто это. Потому что мне очень интересно. Так, а у нас кто-то пришел. И кто-то очень сердечно. Чего? Андрюш, ты же хороший, Андрей. Вот это да. Смотрите, и цвет поменял. Сначала был красный, потом стал зеленым. А теперь стал, в общем, внимательным. Андрей, что это такое? Ну, ты же не Вилли. Это тебя что, Вилли вселился? Ну, ты же хороший у нас. Зачем ты ломаешь домики? Ну, вот вы видели, что такое? Прадедушка Андрей пришел и ломает домик. Андрей, ты у нас любишь кокошу бить. Ну, не домики ломать. Ну, вот все. Теперь придется кому-то этот домик чинить. И, наверное, придется его чинить Блейку. Да, Блейк, почини, пожалуйста, домик. Потому что твой... Я даже не знаю, кем он тебе приходится. Ну, как бы... Дедушка, в общем, твоей жены. Дедушка твоей жены сломал кукольный домик и вселился в скатерть самобранку. Вот такой вот странный дедушка. Но мы его все равно любим. Тем более, без него не было бы очень многих членов этой семьи. В частности, наших замечательных девчонок. Так, Лили, а ты чего к нам пришла в компьютер поиграть? Даррен уже спать улегся. Давайте пусть он немножко еще с ней пообщается. Что такое валять дурака? Давайте мы похвалим наряд и... И что? И поднимем настроение. Пусть они немножко общаются. В общем, Андрюша там у нас забрался в эту штукенцию, в этот фонтанчик. Вот, а бедный... А бедный наш Блейк чинит домик. Блейк, давай ты хоть с ним пообщайся немножко и скажи, что домики ломать не надо. Что домики нужны ребенку, который скоро родится. И он будет играть с этим домиком. А прадедушка Андрей решил его сломать. Скоро у тебя правнук родится. Еще один. Вот один правнук у тебя уже есть. Скоро будет второй. А ты домики ломаешь. Как тебе не стыдно? Нет, Шарлотик, я от тебя не отстану. Давай, иди мучай жрульку. Будем повышать наше садоводство до последнего. Иди давай мучайся. Ничего страшного. Вот, зато быстро поднимешь садоводство. И мы выберем, наконец-то, другую жизненную цель. Что-то очень интересное. И такое немножко детское, забавное нарисовала наша лорочка. Давайте мы продадим Селесточка эту картину. Ой, она стоит только 200 симолеонов. Но я ей говорю, что это детское. Чересчур нарисовала наша лора. Давайте пусть нарисует она еще грустную картину. Может быть, эта картинка будет дороже. Так, Тревор, ты чего стоишь? Я вообще хотела, чтобы вы с Селестой пообщались. Ты в прошлой серии у нас узнул на работу. В этой серии ты у нас уже не сбежишь. Никуда не убежишь. Давайте мы, ну, как-то вежливый поцелуй и отправим их в джакузи. Так, тут что, уже танцы, что ли, Андрей? Ты с Блейком танцевать решил? Я отправлю сейчас нашего Тревора и заняться в уху. Давайте просто пока залезть вместе. Селесту и Тревор отправлю в джакузи, чтобы они побыли вместе вдвоем. Потому что давненько у них времени друг на друга не было. Тем более нужно как-то Тревору объяснить, что его ревность была совершенно необоснована. Зачем он приревновал нашу Телесточку? Тем более к Блейку. Так, Шарлот, что с тобой? Ты уже спать хочешь? У нас у Шарлоты вообще есть черта характера, с которой спят меньше. Поэтому вообще она давно уже не спала, честно говоря. По-моему, в предыдущую ночь она как-то и мало спала. Если спала, то совсем чуть-чуть. Потому что у нее есть вот эта черта характера, которая называется неустающая. Ей нужно меньше сна. Но все равно сон как таковой ей нужен. Давай, Шарлоточка, давай, укладывайся спать. Когда проснешься, продолжишь свое садоводство. И очень скоро мы добьем эту мечту. Тем более уже 81%. Блин, а вдруг в этой серии получится? В этой навряд ли. Ну, думаю, что в следующей уже точно мы выполним эту цель. Нам бы главное сейчас ребеночка родить. А пока мы отправим Даррена в туалет. Потому что ему в школу сегодня. Давай, Даррена, в туалет и спать. Потому что в школу ты опоздаешь. И, кстати, мы фотографию так и не сделали. Я хотела, чтобы Даррен сфотографировался с Лили. Но, видимо, уже не получилось. Андреа, кстати, она полностью счастливая. У нее как-то все потребности подняты. Замечательно. Давайте тогда пусть они с Блейком пообщаются. Блейк, иди сюда. Мы спросим, на каком сроке. Тут уже срок самый-самый последний. Скажи, Андреа, уже вот-вот мне рожать. Уже прямо сейчас, наверное. Ну, не совсем сейчас. Думаю, что к утру родит точно. Потому что тест мы сделали утром. И можно даже, наверное, заняться в уху. Или нельзя. Почему нет действия в уху в ракете? Заняться в уху с... Андреа не может выполнить это действие из-за беременности. А что это за новости? Раньше такого не было. Может быть, это именно в ракете нельзя из-за беременности? Вот. А, например, в обычной кровати можно. Но, наверное, в обычной кровати нельзя. Потому что там улегся Тревор. Тревор, я тебе что говорила? Идите с Селесточкой в джакузи. Ну, я их не проконтролировала. И они, в общем, забыли про джакузи. Давайте мы купаться на дешом отправим Тревора и Селесту. И сейчас я про них точно не забуду. Ну, блин, да что же это такое? Ну, что это за фигня? Ну, елки-палки, жрулька. Ну, что ты за человек? То есть, какой ты человек? Что ты за растение? За что ты съела Селесту? Ну, что она тебе сделала? Селеста, зачем ты полезла к ней пасть? Ты что, так сильно этот тортик хотела? Ну, ужас какой-то. У нас тортики Андреа уже такие замечательные готовит. В общем, это какой-то кошмар. Очередная жертва нашей жрульки. А жрулька довольная. Придется ее доить. Кстати, Шарлотта уже выспалась. Замечательно. Давайте мы их сразу подоим. И будем дальше играть со жрулькой. Селест, ну, иди уже к своему возлюбленному. Я не знаю, как у вас получится там купаться на гишом или не получится. Тем более, от тебя такой запашок. Ну, не уследила. Я очень сложно уследить за всеми симами. Жрулька, конечно, это что-то. Так, ну и попробуем, получится у них как-то пококетничать или нет в джакузи, учитывая. А, она уже и не такая грязненькая. То есть в джакузи она немножко отмылась сразу. Это замечательно. И давайте мы сделаем массаж. Кстати, по-моему, это можно делать не выходя из джакузи. Было бы хорошо. Так, что мы еще можем сделать в джакузи, не вылезая из него? Пожаловаться на проблемы. Ну, давайте сразу заняться в уху. И будем надеяться, что у нас это удастся. Нет, блин, минусы какие-то. Не хочет Тревор. Видимо, обиделся еще. Да, до сих пор сердит он. Из-за того, что якобы наша Селеста флиртовала с Блейком. Хотя, на самом деле, этого не было. Так, у нас что, стемнело резко? Не поняла я. А, или наоборот посветлело. Да. Получается, выключилась у нас свет. То есть, фонарики выключились, потому что уже 5 утра. Так, не хотят они в уху. Ну, это все понятно. Ладно, тогда давай купаться, кушать и спать. И Тревор тоже самое. Ой, у Тревора тоже плохое настроение. Пусть тоже идет купаться в туалет и спать. Так, вылезайте отсюда. Что-то он под воду уходит. У него какой-то мудлет. Неловкая встреча. Ну, понятно. В общем, я поняла одно, что если Сим вонючий, то с ним романтику делать ни в коем случае нельзя. Как это было с Андреей с Блейком, когда от Блейка попахивало. И Андрея сказала, что не выйдет за него замуж, потому что от него воняет. Вот. И сейчас то же самое. Тревор не захотел в уху с Селестой, потому что ее сожрала жрулька. И от нее не очень был запашок. Так, Шарлоточка, ты уже как там твои растения? Давай еще поиграй сожрулькой, погладь ее и иди ухаживай за своим садом. Уже у нас появился урожай. И давай поспособствую росту. В общем, будем мы ухаживать за нашим садом. Андрея, тебе нужно, наверное, выспаться. Я ее отправлю просто вздремнуть, потому что, ну, как бы скоро уже роды. Блин, и Венди пришла. А, слушайте, ребята, я впервые вижу, чтобы в один день пришло два призрака. Это супер. Я думала, что в Sims 4 это невозможно. А оказывается, возможно. То есть у нас сейчас где-то лазит здесь Андрей. Да, точно, два Сима могут приходить призрака. Просто у нас было мало слишком призраков, и они вдвоем не приходили. А теперь, оказывается, можно. Пришла у нас Венди и пришел Андрюша. Это супер. А представьте, когда-нибудь, когда будет там, я не знаю, восьмое, девятое, то и десятое поколение. Вот придет сразу, я не знаю, пятнадцать, десять призраков. Это будет дом с привидениями. А у нас реально наш дом с привидениями. Потому что уже пять призраков живет. И, в общем, как не страшно этим восьми парням, которые сюда приходят. Они знают вообще, что у нас здесь по ночам происходит. Я думаю, что если бы они знали, они бы не очень-то спешили бы к нашей Шарлотте. Потому что им бы стало страшно. Так, все, Селест, иди давай спать. Потому что чувствую, что себя плохо. Так, Андрея у нас высыпается. И пусть хорошенько высыпается, чтобы мы отправились все-таки в больницу в хорошем настроении. Надеюсь, что роды наступят очень скоро. И мы узнаем, кто же у нас родится. Мальчик или девочка? Шарлотта, а ну показывай мне вновь свою полосочку садоводства. Уже у нас девяносто один процент. Ну вообще супер. Сейчас еще пойдешь нашу жрульку помучаешь. И давайте ее покормим, поиграем. Блейк, уходи отсюда. Наша жрулька, она всех проглатывает. Всех, кого не лень. Да, кстати, здесь была кучка мусора. Я думала, что она осталась. Но нет, кучки мусора нет. Это хорошо. И, наверное, я дам немножко нашему Блейку задание, чтобы он покачался. Да, чтобы он тренировался. Кстати, надо разбудить нашего Даррена, чтобы он или домашку сделал, если он ее не сделал. Потому что совсем мы за домашку забываем. И это не дело. Так, переделать. Оба-на, переделать. Не, переделывать не будем. То есть он в походе все-таки выполнил полностью домашку. Это замечательно. Ладно, Даррен, тогда иди кушай, просыпайся уже. У него здесь висят детские фотографии. Детские фотографии с Амеля и с Трейси. Нужно будет еще подростковых фотографий добавить с какими-нибудь девчонками. Ну, точно, скоро у нас будет дом призраков. Правда, Венди? Венди какая-то совсем нейтральная. Как будто бы вообще апатия у нее ко всему. Никого не хочет видеть Андрея. Ой, Венди, а ты знаешь, что скоро у Андрея родится ребенок. Да, и ты скоро второй раз станешь бабушкой. Да, к сожалению, не получится у нее этого ребеночка увидеть живую. Но я думаю, что когда она придет к призракам, она обязательно с ним еще и пообнимается. И пообщается. Ну, как-то она играет неохотно. В общем, какая-то игра у нее странная. Так, Шарлотик, давай там мучаешь рульку. Будем добивать ее, добивать, чтобы у нас выполнилась жизненная цель. Нужно нам продать эту картинку, Селесточка. Давай мы это сделаем с помощью тебя, чтобы тебе жизненная цель выполнялась. Как-то долго-долго у Селесты это все идет. Вот, мало она зарабатывает. Селесточка, просыпайся, иди кушай. Вот, а Блейк здесь тренируется. Тем более, Блейк у нас, он же детектив. И я вам говорила, что я как-нибудь отправлюсь с ним на работу. Обязательно мы это сделаем. Ему до работы 60 минут, час. То есть, ну, не в этой серии, потому что, не в этот раз. Потому что в этот раз у нас будут роды. И роды отложить нельзя. А вот поход на работу можно отложить. Правда, Блейк? Вот, так что, когда уже родится ребенок, обязательно мы как-нибудь сходим вместе с Блейком и посмотрим, какие преступления он там раскрывает. И что он там вообще на работе делает. Может, он там прохлаждается. Ну, что ж нам будет узнать, чем он там занимается. Так, Селесточка пусть пообщается со своим сыночком. Ничего себе предложить потрогать живот. О, это есть действие. Давайте, кстати, дадим это действие еще раз Блейку. Давайте предложим потрогать живот. И 8 тысяч симолеонов. Ничего себе, это нам такие счета пришли громадные. Я вот не знаю, разминка с Блейк. Интересно, что это за действие. Но я не хочу его убирать, потому что скоро уже вот-вот рожать. Не помню во сколько. 8 тысяч, это вообще сумасшедшие деньги. Ладно, давайте мы оплатим. Потому что если не оплатить, нам просто отключат свет, воду и ничего хорошего. Так что, Селесточка, давай оплати счета и нужно выбросить мусор. А вот дворецкий все-таки не приходит к нам. Да, приходится нам самим убирать. Не приходит ни дворецкий, не приходит к нам, господи, как он называется, в общем уборчик. Нам не приходит горничный, который у нас постарел в прошлый раз. И мне писали, что я вот когда-то в какой-то серии назвала, отправляем мы самостоятельно Блейка, и я назвала нашего горничного официантом. Дело в том, что в Sims 2, по-моему в Sims 2, вот эти горничные, они назывались официантами. Да, у них такое было название, поэтому я долго играла в Sims 2 и как-то привыкла, и поэтому называю их официантами. Так, Андрея, что там у тебя? Давай кушай, чтобы ты в роддом, да, в больницу отправилась в хорошем настроении, ничего у тебя не было, никаких плохих потребностей, чтобы мы рожали и все было замечательно. Так, Шарлоту я опять отправляю к Жрульке. Давай мучай Жрульку или Жрулька тебя, корми ее, играй с ней, гладь. В общем, всякие действия делай, чтобы мы побыстрее закончили эту жизненную цель, потому что она мне уже надоела. Господи, не дай бог еще кому-то выпадет эта жизненная цель садоводства. Конечно же она выпадет, конечно выпадет, да, Лорочка? И по-любому Лора говорит, да не раз еще. Да, потому что поколений еще будет много и разные жизненные цели будут нам попадаться, но я надеюсь, что эта жизненная цель очень будет редко нам выпадать, потому что, как оказалось, она очень сложная. Да, я не думала, что так все сложно. Вот у Андрея мечта коллекционер как-то запросто выполнилась. Раз, два, и она ее выполнила, чуть ли не будучи подростком. А с Шарлоточкой все намного сложнее. Обжора, обжора кушает побыстрее, набивает живот. Правильно, спеши, потому что уже 10 утра. Блин, и когда же мы отправимся рожать? Я надеюсь, что очень скоро, потому что хочется, чтобы мы в этой серии все успели. Шарлотик, давай еще. Так, мы уже 1300 получили. Блин, а получали же 1800. Как-то у Селесты уменьшились доходы от продажи ее книг. Так, и уже 94%. Давайте еще играть, и все. И больше мы ничего не можем делать. А Блейку, кстати, пора на работу, а он до сих пор разминается. Нет, Блейк, все, прекращай свою разминочку. Иди на работу. У тебя уже 8-й, по-моему, 8-й у него уже уровень капитан. Он, да, или кто? Да, он капитан. И, а я не пойму, где посмотреть, что он. По-моему, он был 8-й уровень у него. Ну, в общем, нам нужно раскрыть 5 преступлений. Я не знаю, успеем мы это сделать или нет. Но у него и так с карьерой все неплохо. И смотрите, вот он сейчас переоденется в одежду детектива. Да, он так классно, замечательно выглядит. Нужно будет даже сделать его фотографию отдельную. Отдельно Блейк в таком наряде и повесить ее где-нибудь в рамочке, чтобы потом его внуки, его правнуки вспоминали, какой был его прадедушка классный детектив. Так, день кино. Ладно, давайте внимательно слушать. Пусть слушает Блейк, что ему там рассказывают. А Шарлотта все мучает нашу... Действительно мучает она жрульку. Хватит, ладно, жрульку мучить. Иди ухаживай за садом. Тем более, некоторые растения уже сверкают. Значит, мы можем поспособствовать росту. Так, здесь что-то еще сверкает. Ой, да многие растения сверкают. Давайте мы поспособствуем росту, чтобы они были лучшего качества. И потом мы продавали их плоды задороже. Да, кстати, Шарлотта уже нормально так зарабатывает на своих растениях. Наконец-то пришел. Дорогой ты наш... Дорогой ты наш друг. Давай убирай. Ты пришел к нам убирать или нет? Я думала, что он на пенсию уйдет. Но нет, он все-таки решил помогать нам. Молодец, мы тебя любим, уважаем. Только не помирай. Очень долго не помирай. Ты нам нужен. На тебя вся надежда. Потому что больше никто в этом доме убирать не хочет. Никто не хочет мыть посуду. Вот. Никто не хочет выносить мусор. Поэтому одежда только на этого горничного. И, блин, не начинаются роды у нашей Андрея. Неужели я перебутала? Неужели рожать она должна не утром, а в другое время суток? Если вот она не родит еще в течение... Не начнутся роды в течение пары минут, то тогда, наверное, уже рожать будем в следующей серии. Так, главное сейчас его не отвлекать. Потому что в прошлый раз я дала ему чаевые, дала ему там деньги какие-то, симолеоны. И он отвлекся и перестал собирать посуду. Давайте, в общем, не будем мы его отвлекать. Пусть все собирает и относит она на бак. Вот, молодец. Смотрите, сколько было грязной посуды. Это бы нашим симам пришлось бы все это перемывать. Но у нас есть такой замечательный... Как его зовут? Как тебя зовут? Алексей, да? Алексей его зовут? По-моему, Алексей. И Андрей. Андрей Филатов. В общем, он помогает нам замечательно. В общем, что бы мы без него делали? Приходи к нам почаще. И вообще, я его люблю. Блин, что-то я его часто показываю. Чаще, чем наших симов из династии. Так, Шарлоточка, бросай ты это дело. И, наверное, звонит и Кенни. Потому что я его давно уже хочу пригласить. Давайте пригласим его на свой участок. У нас слишком плохие отношения. Мы немного их повысим. Вот, а с Ажрулькой уже... Вот оно! Вот оно! Наконец-то! Наконец-то мы рожаем! Господи! Наконец-то! Давай, отправляемся мы рожать таки в больницу. И присоединиться. А, ну, конечно же, мы присоединяемся. И, конечно же, мы берем с собой Блейка. А где Блейк? А, вот Блейк. Все, берем Блейка и едем рожать. Мы прибыли в больницу. И, наконец-то, начинаются роды. Правда, Тревор? Тревор? Ой, господи, что же он Тревор? Он Блейк. Блейк испугался. Ну, ничего. Сейчас все разрешится. И мы узнаем... Ты чего? Присесть решила? Давай, Андреа, записывайся. Я же тебе дала действие записаться в регистратуру. Давай, записывайся, чтобы нам побыстрее предоставили палату и уже разрешили родить. Потому что у тебя дискомфорт. Она опять присела на диванчик. Боже мой, они еще и целуются. Да что ж с вами происходит? Андре, ты, часом, не с ума сошла? Это не психиатрическая больница. Да, это не психушка. Это обычная больница, где тебе нужно родить. Давайте мы запишемся. И тут еще какая-то девушка пришла. Слушайте, она тоже, что ли, беременная? Я надеюсь, что нет. Нет, наверное, просто у нее большой живот. Потому что мы спешим, очень опаздываем. Не то, чтобы опаздываем. Просто рожать-то нужно быстренько, да? Потому что можно так и родить прямо в регистратуре на этом диванчике. Андре, записывайся. Я ей дала вновь действие записаться в регистратуре, но она его как-то игнорирует. А она без приглашения, без всяких записей, знает, куда ей идти. И идет она сесть за компьютер. Андре, ты точно сошла с ума. Давайте мы выберем действие. Лечить пациента. Нельзя лечить. Блин, а как же ей рожать? Че-то я не пойму, а как же нам записаться? Давайте еще раз подойдем. Записаться в регистратуре. Так, я выбираю это действие. А, все, она переоделась. В общем, она поняла, зачем она сюда пришла. Одела она какую-то сорочку больничную и идет записываться. А, она только идет записываться. Говорит, я рожаю, понимаете ли, запишите меня. Я у вас на диванчике посидела, в компьютер поиграла. А Блейк стоит на улице. Тоже зашел, постоял здесь и вышел. Блейк, а ну иди сюда. Сейчас пойдешь рожать вместе со своей женой. Интересно, кто же у нас родится. Но мы это узнаем буквально через несколько минут. Мы последуем за Андре. Какую палату она выберет? Андре, какую ты выберешь палату? Кстати, я думала, что симы рожают только в этой. Но оказывается, они иногда рожают здесь, а иногда здесь. В этой мы тоже уже рожали. Так, ну все, дорогой Блейк. Давай, иди сюда. Он, правда, не может никакого действия сделать по отношению к этой штукенции, но может прийти сюда, сесть и поддержать нашу Андреа. Ну, не знаю, морально, что ли. Давайте будем делать скрины. И этот доктор престарелый сейчас примет роды, и все будет отлично. Доктор этот час тоже нам попадает. Я не помню, кто принимал роды у Селесты. Возможно, он тоже. Да, только тогда он был, наверное, помоложе. Сейчас он уже совсем седой. Так, ну сердце-то отдай. Доктор, ты чего? Ты доктор хороший или какой ты доктор? Блейк стоит и улыбается. Блейк, давай, попереживай как-то. Не знаю, прими участие, что ли. Так, медбрат пришел еще, тоже смотрит. И давайте уже доставайте нашего детеныша. Ребеночка доставайте. Показывайте нам, кто у нас родился. Кто же это, мальчик или девочка? Это девочка! Ура! Это девочка. И эту девочку я решила назвать Эйприл. Имя я взяла, конечно же, из ваших имен, которые вы предлагаете мне в специальной теме в моей группе ВКонтакте. Потому что моя фантазия как бы исчерпывается. И спасибо за то, что предлагаете свои имена. Фамилия у нее, конечно же, Стыкеленбург. И как меня многие спрашивают, что почему наши девчонки не меняют фамилии, не берут фамилии мужей. Потому что мы все в Стыкеленбурге, и династия у нас такая, и никто никакие другие фамилии брать не будет. Так, а ну, давайте нашу девочку. Девочку давай. Вот она. Ура! Девочка! Ребят, я вот честно, я вот как-то вот чувствовала подсознательно, что мальчик будет. Но как я рада, что я ошиблась. И, кстати, она темненькая. Как и Даррен был в свое время. Даррен же тоже темненький родился. Давай, Андре. Блин, Андре, ну нафига ты оделась в этот костюм из-под пекарни? В общем, давай, обнимай свою девочку. Почему-то мне казалось, я вот думала, что мальчик будет. Но я рада, что я ошиблась. И у нас с девочкой. Давайте уже возвращайтесь, ребятки, домой. Все, девочка исчезла. Она телепортировалась в спальню к Андре и Блейку. А Блейка дошло, что у него дочка родилась. Он сразу побежал, в общем, в компьютер что-то искать. В общем, не знаю, что он будет искать. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, серия понравилась. Если понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока!